Эти добрые люди Великий князь Иван Раздавая милостыню своего кошелька Или, как тогда говорили, калиты За что, собственно, и получил это прозвище Итак, Иван калита и его время Тема нашей сегодняшней программы Час истины У нас в гостях историки Николай Борисов и Сергей Перевязянцев Николай Борисов, выпускник МГУ имени Ломоносова Профессор исторического факультета Московского университета Доктор исторических наук Автор книг и публикаций, в том числе, из серии «Жизнь замечательных людей» Иван калита и Сергий Радонежский Сергей Перевязянцев Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института Профессор философского факультета МГУ Член Союза писателей России Автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» И «Россия. Великая судьба» Почему в русской истории с именем Ивана Калиты связана, но если эпоха, то все-таки время? Его значение для формирования российского государства и русской нации? Иван Калита – это одна из знаковых фигур русской истории Это имя, которое, в общем, известно нам со школьной скамьи И поэтому, конечно, к нему всегда особый интерес Почему этот человек получил такую известность в истории? Потому что с ним связывается великое явление нашей истории Это создание единого русского государства, московского государства Иван Калита был основателем могущества Москвы При нем Москва стала центром Великого княжения, центром русской церкви С него все начинается, а к отцам-основателям всегда особое внимание Ведь он же не был таким известным воеводой Хотя он воевал, и с Тверскими он воевал, мы еще коснемся этой темы Ему удалось избежать столкновения с Ордой Он вел очень тонкую политику И, может быть, сегодня, в наше время Стоит поговорить о тех выдающихся российских государственных деятелях Которые формировали то, что потом стало Россией, Российской империей Великой державой Ну, говорить об этом нужно не только сегодня, а всегда О такого рода российских деятелях Тех, кто созидали нашу державу, созидали нашу землю Созидали наш народ, собственно говоря Потому что в этом созидании и родился русский народ Который, слава Богу, сейчас существует А Иван Данилович, он в самом деле Фигура уникальная Фигура удивительная И очень своеобразная При том, что мы, казалось бы, о нем много знаем Но так, по большому счету, знаем мы о нем довольно мало Потому что очень многие сведения отрывочные К примеру, рассказы, какие-то сведения о личной жизни О семьях, ну, у него было две жены О его детях Вот Николай Сергеевич подтвердит Ну, практически отсутствует Особенно, допустим, о второй жене его Вот И еще одна очень важная вещь Почему нам сейчас Иван Данилович Калита Крайне важен Вот как-то мало обращается внимания Но дело в том, что святой благоверный князь Иван Калита Внесен в список поминальный и внесен в святцы церковные Святцы, или месяцы слова Список святых, чтимых православной церквью Составленный в порядке месяцев и дней года В котором приурочено празднование и чествование каждого святого Первыми русскими святыми стали Борис и Глеб Они были канонизированы русской православной церквью в 1071 году Есть ли какие-то сведения о первых годах его Как он воспитывался, кто были его учителя Что представляла собой семья, в которой вот Сей мудрый муж был воспитан Иван Калита был сыном первого московского князя Даниила Его отец Даниил Александрович, младший сын Александра Невского Тоже святитель московский, кстати Да, да, да Не святитель, святой Святой, да В Москве о Данииле напоминает Данилов монастырь Основанный им Даниилов монастырь Памятник там ему Но в то же время Даниил одна из самых загадочных фигур русской истории Потому что все, что о нем известно Ну практически три строчки из летописи Причем строчки такие, что вот воевал Ходил по ходам, вернулся из похода Все Но все-таки вот такой, знаете, скрупулезный анализ Ювелирный анализ источников показывает, что Даниил был человеком прежде всего Очень осторожным, очень целенаправленным Это был человек мира, не войны Кругом гремели воины Его братья между собой сражались, приводили татар Даниил жил спокойно Он ценил мир Он понимал значение мира для укрепления его княжества Маленького московского княжества И вот мне кажется, что от отца Ивану наследовал прежде всего Такую вот мудрость житейскую, мудрость политическую Которую он и положил в основу своей собственной политики Иван Даниилович получил свое московское княжение по праву Он понимал величие и ответственность того места Он еще не назывался царем, но он был великий князь И фактически после него уже Москва почти подошла к тому Чтобы глава московского княжества Поразгласил себя царем И он вел очень тонкую политику с Ордой И самое главное, он, как мы уже говорили Перевел из Владимира митрополита Какие были отношения у него непосредственно Тогда с предстоятелем русской церкви Хотя, может быть, этот термин так не нужен Но с первым лицом Насколько я знаю, они были достаточно грустны И есть свидетельства по этому поводу Отношения в самом деле были очень, наверное, теплые даже Там была очень серьезная проблема Вот вы начали говорить об этих титулах Великий князь Дело в том, что Иван Калитай был первым великим князем московским Потому что, вернее, великим князем Владимирским То есть, московским князем, который начал начать этот титул До него в Москве его... Ну, некоторое время носил его брат В этой борьбе с Михаилом Тверским Но это было именно в борьбе Причем этот титул все время метался между Москвой и Тверью Что значит «Великий князь» и «Князь» в тогдашнем понимании? Это серьезная вещь И, кстати говоря, вот эта разница между просто князьями и великими князьями Она относительно условная Потому что в то время титул «Великий князь» носили в разных княжествах Было Великое княжество Смоленское Были другие Великие княжества И в том числе... Ну, основной как бы титул — это наследство от Александра Невского А, соответственно, еще от той до монгольской Руси Это «Великий князь Владимирский» Это вроде бы такой номинальный глава русской земли Номинальный глава... И ответственный И ответственный за эту землю Между прочим, перед... Ну, тогда Русь уже была в начале XIV века под Ордой В зависимости от Орды находилась И ответственный перед Ордой в том числе Он перед Господом ответственный Перед своими подданными И перед Ордой он был ответственный Он, собственно, был главным поставщиком дани в Орду Великий князь Через него шли, вот как сейчас модно говорить, финансовые потоки Вот эти финансовые потоки находились в руках Великого князя На Руси дань известна с IX века Подчиняя отдельные племена, князья облагали их данью К XI веку слово «дань» означало налог и феодальную ренту Начиная с XIII века существовала специальная разновидность дани Она взималась с русских земель в пользу Золотой Орды С образованием единого русского государства Дань на рубеже XV-XVI веков стала обязателен налогом С черносошных и дворцовых крестьян А также с посадских людей Там возникла очень серьезная проблема в начале XIV века В отношениях между светскими правителями и церковью Умер митрополит Был на Руси такой митрополит Максим Грек Который, кстати, переехал именно в это время из Киева Перенес свое седалище, как тогда говорили, во Владимир Потому что Киев был разорен окончательно Всякими татарскими набегами, да и не только татарскими Вот, ну вот он умирает И митрополитический стол освобождается И начинается борьба за то, кто будет на этом митрополитическом столе Боролись разные силы, в том числе светские Потому что, ну, они стремились, разные светские правители Стремились к тому, чтобы именно их Допустим, владыка или тот человек, которому они доверяют в церковной среде Занял митрополитический стол Тут была очень серьезная проблема, опять связанная с отношениями с Ордой Дело в том, что слово русского митрополита, главы церкви Было очень весомо в Орде И на него очень ориентировались при выборе каких-то решений И так далее, и так далее И было крайне важно, чтобы этот митрополитический стол Занимал человек, связанный теми или иными добрыми, тесными отношениями С тем или иным правителем Это был, так сказать, важный момент для политического подъема того или иного княжества И возникла ситуация, что тверские князья, которые в то время боролись за этот великокняжеский титул И частично носили его Они выдвинули своего кандидата Но в Константинополе таковым кандидатом утвердили совершенно другого человека Причем из Южной Руси, из Галицких земель И вот это был тот самый будущий митрополита Петр Он приехал в северо-восточные русские земли И отношений с пирскими князьями не сложились Московское княжество ему удалось, в том числе и стараниями Ивана Избежать разорений Конечно, золотардынская тема, она настолько серьезная и большая Что в нашей передаче мы не сможем ее раскрыть полностью Но тем не менее Как ему удалось так выстроить, как сейчас говорят, отношения с Золотой Ордой Чтобы набеги, чтобы не разоряли именно Москву Ведь вокруг практически шла война А московское княжество осталось, что собственно и способствовало той самой тишине И сосредоточению, скажем так, русского народа в рамках тогда московского княжества И процветанию во многом земли московской Как центра России будущей Да, вы знаете, это во многом загадка историческая Каким образом Ивану Калите удалось сохранить вот ту великую тишину За которую его хвалят летописцы Там есть знаменитая фраза, что вот пришел на княжение Иван Данилович И оттоли бысь тишина великая в русской земле 40 лет Да, и присташа поганой воевать русскую землю И опочише православное оттомление Бессерменского То есть он и его сыновья Семен Гордо, Иван Красный Они обеспечили стране 40 лет покоя По крайней мере своему княжеству, центру 40 лет тишины Два поколения почти Два поколения, да С 28 по 68 год В 68 началась большая война с Литвой И тишина уже не по нашей вине, так сказать, закончилась Вот, так вот В чем же тайна этого успеха Огромного политического успеха Вот этого мира Ну, прежде всего Я думаю, что Иван Данилович Вовремя платил дань То есть ведь все князья Имели неприятности прежде всего От того, что они Не могли вовремя заплатить дань Они начинали, так сказать, суетиться Устраивать какие-то авантюры Эти авантюры проваливались В результате приходила карательная экспедиция из Орды И дань эта собиралась уже путем грабежа Так вот, Иван Данилович всегда Находил деньги для расчетов с Ордой И не только для расчетов Но ведь каждая поездка в Орду Это бесконечные подарки Это бесконечные подношения Всем ханским родственникам Всем влиятельным людям Это была такая морока Причем ездили в Орду Каждый раз завещание писали Потому что не знали Вернуться оттуда или нет А сколько было ехать от Москвы в Орду По времени? Вы знаете, ну это были разные пути Но в среднем порядка двух месяцев То есть это путешествие Да, это путешествие Орда же, это ставка Она кочует Да Не в конкретном месте Я поэтому и даже не называю место Зимой, как правило, ханы жили в сарае То есть там вот между Волгоградом и Астрахань А летом их еще найти надо было сначала Вот Иван Данилович ездил туда регулярно Возил все это Где он брал средства? Вы знаете, я думаю, что Несколько было источников Ну, во-первых, когда он стал Великим князем Есть такие сведения тоже в летописях Он просто навел порядок Навел порядок в сборе дани В подвластных ему землях Потому что все это в огромном количестве Просто разворовывалось Местные бояре, местные князья Они собирали деньги под Орду А рассовывали это по своим карманам И вот Иван навел порядок То есть железной рукой, как говорится Он устраивал такие вот экзекуции Неплательщикам В ростовской земле есть такие сведения Он местного боярина, значит, старейшего Аверкия Просто приказал подвесить за ноги И в таком положении держать До тех пор, пока родственники не принесут долг И тут же принесли Тут же деньги нашлись Все нашлось, понимаете? Вот Это одно Значит, об этом летописи говорят Очистил землю русскую от разбойников и от татей Грабежи на дорогах Из-за этого торговля останавливалась Он выловил всех этих, так сказать, лесных братьев Кроме того, конечно, он начинает проникать на север Ведь север русский, он богат был пушниной А пушнина – это мягкое золото Это валюта, да, во все времена Поэтому там все контролировал Новгород Новгород на этом жил На торговле с северной пушниной Но Иван Данилович сумел туда пробиться Есть сведения, что он посылал туда свои артели Которые занимались, значит, вот и заготовкой пушнины И, в частности, ловили там соколов, кречетов, ловчих птиц Которые тоже очень высоко ценились, особенно в Орде Так что вот север Кроме того, я думаю, что он был, конечно, мастером сбора налогов Он придумывал, ну вот как Петр Первый Выдумывал какие-то немыслимые налоги Он начал производство хмельных напитков Кстати, мед в Москве, медовуха, как мы сейчас называем При нем производилась по полной программе И он начал в Орду ее продавать Вот есть такие сведения, не прямые, но намеки Что он приучил ордынцев пить русский мед И на этом неплохо зарабатывал Медовуха – алкогольный напиток, приготовленный путем брожения Разведенных фруктовых соков или кваса С последующим добавлением пчелиного меда и этилового спирта Медовуха известна современ Киевск, Руси И была традиционным алкогольным напитком у восточных славян При Иване Калите хмельной мед поставлялся в страны Восточной Европы И в Золотую Орду Достаточно серьезная отметина в истории Иван Калита Даже тот человек, который смог создать экономическую мощь княжества И дальше позволить России не только, Руси тогда же не только укрепиться Но и заявить о себе как о серьезном экономическом игроке Хотя, насколько мы знаем, в Орде, мы говорили об этом Достаточно жестко контролировались коммуникацией Что что-то утаить или вести какую-то двойную игру было трудно Но вот на примере того же Александра Невского Мы знаем, что может быть проще было договориться с Ордой И заплатить дань, чем формировать себе угрозу с запада С северо-запада Если придут оттуда, то придут латиняне И тогда будет еще хуже В начале, когда была перепись сделана Это при Александре Невском В начале Ордынского ига 1257 год Когда перепись населения была русского Ну, население русских княжеств земель Было сделано То получалось так Вот современные историки посчитали Что в среднем Тогдашний обычный человек Он мог заработать средства Где-то на рубль-полтора По тем временам Это были огромные деньги На которые год можно было жить В год на рубль, на полтора Неких средств можно было заработать Причем, что я напомню Рублей тогда не было Рубль это была расчетная единица Монет не было А дань составляла От полтины до полутора рублей То есть иногда приходилось отдавать все Вот этот черный бор знаменитый Страшный черный бор Время от времени Раз в 8 лет Периодически Да, черный бор Это было страшное дело Собирание дани Поэтому заплатить дань Было очень непросто И вот не зря Николай Сергеевич как раз и говорил О том, что Колитей Это каким-то чудесным Хитроумным И мудрым способом Удалось наладить Мало того, что платить Дать, но еще и дать Жить Своим подданным Ведь земля-то в самом деле Богателы И летописы иначе бы не вспоминали Что 40 лет тишина Потом эти подарки И так далее Заплатить дань было Очень тяжело И С Ордой было очень тяжело Поддерживать отношения Потому что В Орде в это время Тоже происходят перемены Я напомню, что Именно при хане Узбеки Вот в том самом Хане Во времена которого И правил Иван Данилович Калита Орда принимает Ислам И если раньше В языческой Орде В отношениях между Языческой Ордой И православной Русью Религиозных проблем Не стояло Язычники Ордынцы Они собственно Не вмешивались Им было важно Что У русских Есть свой бог Церковь Славит в церквях Ордынских ханов И в общем-то В религиозные дела Они не вмешивались То С принятием Вот такого рода Воинственной По тем временам Религии Ислама Сразу встает Проблема взаимоотношений Еще и религиозных Все очень тоже непросто Нужно было Тоже надо было Выстраивать свои отношения Потому что Как христианство Миссионерская религия Так и ислам Это миссионерская Тоже религия Причем Зачастую Насаждаемая Ну Впрочем Как и католичество Например На западе Насаждаемая силой оружия С Орду Были очень тяжело Выстраивать отношения В этом и была Мудрость Московских князей Наследников Александра Невского Они кстати Вот что Даниил Как мне кажется Так и Иван Данилович Они были Они здорово Вот в отличие От всех других Потомков Александра Невского Они здорово умели Продолжать линию Александра Невского С Ордой Договариваться Если нужно ползать Там на коленках Везти туда Какие-то огромные деньги Давать взятки Лишь бы не было набегов Лишь бы они сюда Не лезли В нашу землю Мы разберемся Тут сами Мы накажем Кого надо Мы подвесим за ноги Мы отрубим голову Мы выпарим Но только вы сюда Не лезьте Потому что Вы придете Вы не просто выпарите Вы еще всех вырежете Всех подряд От сущего младенца Как тогда То есть От сосущего младенца До старика А вот На западном Рубежах Опять же Школа Александра Невского Можно было воевать С этими справлялись И оттуда Экспансия тоже Сла очень Очень серьезная И поначалу Тогда еще была Языческая Литва Кстати говоря Но Мы на запад Продвигались Еще и духовно Потому что Во многом Под действием И под влиянием Именно русских Княжеств И русской церкви Литва постепенно Стала православной Ведь поначалу И она входила В орбиту управления Как раз Киевского Митрополита А я напомню Что в 14 веке Митрополиты Которые сидели в Москве Носили титул Митрополит Киевский То есть стол Номинально Считался В Киеве Поэтому вот Эта вот политика Умение налаять Отношения С Ордой И в то же время Довольно Жестко проводить Свою линию На Западе При том Что тоже Решались И дипломатическими И военным путем По разному Совершенно Иван Данилович В этом отношении Тоже был удивительным Мастером Но он все равно Воевал Фактически С Тверскими Князьями Была война Которая кончилась Разорением Твери Исходом Князей Тверских Они там Бежали в Литву Колокол сняли С церкви Как такой Акт Достаточно унизительный По тем временам Перевезли его в Москву В чем причина Были такой Жесткой Междуусобной войны В общем-то Между русскими В истории Живет очень много мифов Таких исторических мифов На уровне этих мифов Обычный человек И воспринимает историю Что-то слышал Что-то где-то Так сказать Сказано Так вот Существует такой миф Об Иване Калите Что это был человек Ну скажем Негативный То есть Он плохо воевал Он был хитрый Он был жадный Он был коварный Злодей И так далее Льстец Льстец Да Значит Своих родственников Уничтожал Как такой паук В общем сидел И вот от такого Значит Злодея И пошло Московское государство И вот Когда я занимался Иваном Калитой Когда я смотрел Практически все Что о нем известно Меня поразило Насколько Этот миф висит в воздухе То есть Он абсолютно Недостоверен Это художественный образ Который создавали Не столько историки Сколько писатели Причем в 19 веке Либерального Такого направления Писать Которые не любили власть Вообще К сожалению Позиция очень часто У русской интеллигенции Совершенно верно Ну начать с того же прозвища Вот Иван Калита Обычно мы это все Трактуем так Что такое Калита Денежный мешок Мешок с деньгами Вот он сидел На этом мешке с деньгами И значит Всех душил На самом деле Действительно Калита была Он ее носил Но он не собирал В эту калиту Он раздавал Из этой калиты Это калита И прозвище Это символ Его щедрости Когда он выходил Из дворца Нищие бежали Просто кучами Толпами к нему Потому что он Вот так вот брал Мелкие монеты И бросал Значит в толпу Из этой калиты Это был царь нищих Понимаете Вся Русь была нищая Тогда И вот все нищие Шли в Москву Потому что знали Что здесь им Как-то помогут И вот в этом отношении Интересно В новгородской летописи В одной из новгородских летописей Есть другое прозвище Ивана Которое раскрывает Смысл калиты Он называется там Иван Добрый Иван Добрый Вот калита Это символ Его доброты А уже мы Историки Позднейшие поколения Перевернули это И стали его Упрекать в том Что он был скряга И так далее Причем я чуть-чуть добавлю И просто объясню Простите Новгородцы всегда были соперниками Москвы Если в новгородских летописях Появляется такое прозвище Московского князя Значит даже новгородцы его ценят Признавали 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 Совершенно верно Теперь что касается его отношений С тверскими князьями Значит действительно ему Так сказать Историки выставляют счет Что вот ходил на Тверь В 327 году С карательной экспедицией Ходил Значит ханский пособник Коллаборационист И так далее Но дело-то ведь было в чем Что действительно он ходил на Тверь Но хан поставил вопрос так Что Тверь наказать должны Все русские князья Идет конечно ханское войско Пять туменов Там 50 тысяч всадников Но все русские князья Если они лояльны по отношению к орде Должны принять участие В этой карательной экспедиции И все пошли Никто не мог отказаться Иван пошел Потому что иначе Тверь бы все равно разорили А его собственное княжество Смели бы тоже с лица земли Вот этой карательной экспедиции Поэтому здесь он из двух зол просто выбирал меньше Ему некуда было деваться Что касается Тверских князей То вы знаете Это интересный очень сюжет нашей истории Тверские князья Были такими я бы сказал героическими авантюристами То есть несомненно люди яркие Люди такие очень эмоциональные Экспансивные Но у них не хватало чувства ответственности Вот они начали конфронтацию с Ордой Еще не имея для этого никакой военной базы Слишком рано Очень самоуверенно Дальше значит Они долгое время имели великое княжение Почему? Потому что они брали невероятные обязательства по дании Ведь Орда давала тому Кто обещает собирать больше Фактически там был аукцион каждый раз Тендер Тендер, да И вот кто обещает больше платить Значит с русских земель Тот и будет великий князь И вот Тверской князь Значит сначала Михаил Ярославич Потом его сыновья Они делали такие высокие ставки От которых москвичи отказывались Москвичи говорят Нет извините Мы этого не можем себе позволить Вы уж берите великое княжение Но потом Они не в состоянии были этого платить И тогда они начинали просто грабить Они грабили Новгород Они грабили все Что так сказать плохо лежало И в результате Все равно денег не набирали Но всеобщая ненависть возникала к ним И в том числе у Новгорода Особенно у Новгорода А Новгород имел очень большие связи в Орде Купеческие связи Финансовые связи И все это кончилось тем Что пришла большая карательная экспедиция После Тверского восстания Которые они не смогли предотвратить И Тверская земля была разорена Так что Тверских князей Подвели вот те качества Которых я говорил Безответственность и авантюризм Тверское княжество обрело самостоятельность В 1247 году Княжество занимало территорию Верховьях Волги и ее притоков Первые упоминания столицы княжества Твери Относятся к 1208 году Тверское великое княжество Было главным соперником Москвы В борьбе за великое Владимирское княжение И объединение Северо-Восточной Руси Самый страшный баскак Который остался в истории Руси Чолхан Щелкан Был в Твери То есть князья Что такое баскаки Баскаки это те откупщики Которые покупали право собирать дань И выбивали в 10 раз больше Чем нужно было отдать То есть тверские князья Собственную землю отдали Самому страшному баскаку И он остался в истории России Вот этот щелкан Щелканом потом детей пугали На протяжении столетий Песни о нем были народные Об этом щелкане Значит согласились тверские князья Что такой страшный баскак К ним придет Они просто залезли в долги И его прислали к ним Как-то И я думаю они Сборщика Как отдавать Имя как отдавать долги То есть продали собственное княжество Самому страшному баскаку Против него-то и было восстание После чего началось восстание Его убили И вот была та самая карательная экспедиция Знаете, сегодня Как никогда На Западе модно Залезать в дебри Как они выражаются Русской истории Искать там вот Корни Как может быть в свое время В либеральной интеллигенции Конца Российской империи Я хотел привести одну цитату Она Мы сейчас проследим Откуда она Пришла Это книга Известного Советолога А теперь Кремленолога Ричарда Пайпса Где написано Что Иван Калита Это смесь татарского Заплечных дел Мастера Лизоблюда И Верховного Холопа Из известной книги Там Тайной дипломатии Но насколько я понимаю Это не совсем Пайпса Цитата Это гораздо сложнее Это еще идет От основоположников Да Это интересная история Действительно Этой цитаты Значит Есть у Маркса Такая работа Секретная дипломатия Которая Не публиковалась Открыто в советское время Потому что Это острый политический Памфлет В котором Маркс прошелся По всей истории России Очень Тенденциозно Очень Так сказать Ядовито И пафос Связан был С тем Что для Маркса Русское самодержавие Это был Самый Можно сказать Главный враг Либерализма В Европе Вот И Вот эта вот цитата Она потом В советское время Часто использовалась Советскими историками Потому что Им надо было От Маркса идти И вот отсюда И возникает Этот образ Абсолютно негативный Ивана Калиты И вместе с Иваном Калитой И московского Самодержавия Московского государства Потому что Калита Это символ Московского государства Вот в его раннем виде Поэтому Пайпс Который Любит вот такого рода Негативные оценки Собирать Он естественно Взял эту оценку И использовал ее Уже в своих текстах Я уж не помню Ссылается ли он там На Маркса Или нет Нет он не ссылается Но корни вот оттуда Да Секретная дипломатия Есть ли сегодня Сведения о том Как велось хозяйство В московских землях Вот мы уже говорили Что люди стали Спокойно распахивать Землю Выращивать урожай Продавать его Торговать Хотя да Все это было под контролем Но тем не менее Вот эта как бы Жизнь пошла Может быть Внутренний рынок Способствовал тому Что люди хотя бы Заработали себе На жизни И немножко Успокоились К сожалению Каких-то вот Таможенных книг 14 века Каких-то таких вот Развернутых Экономических источников Не сохранилось Почему не сохранилось Но может сохранились Такие артефакты Торговли С югом С Византией С северными странами Европы Есть да Вы знаете Единственное Достаточно ценное Свидетельство Это археологический материал Да Вот археологи Копают Новгород Находят там Обломки Золотордынской керамики Или допустим В раскопках Золотой Орды Находят вещи Которые происходят Из Руси Явно сделаны Русскими мастерами То есть конечно Торговля была И конечно Одной из причин Возвышения Москвы Было то Что она стояла На пересечении Торговых путей То есть Один путь шел С северо-запада На юго-восток Грубо говоря С Балтики На Каспий По системе Там значит Речных дорог Вот А другой путь шел Из Киева В Ростов Это древний торговый путь Который связывал Юго-запад С северо-востоком И Москва была Как раз на перекрестке Этих путей И вот таможенные Пошлины Конечно были Они перечислены И в духовной грамоте Ивана Калиты Там такие вещи есть И конечно Москва на этом Здорово богатела Конечно Калита был Выражаясь Я в этом уверен Очень такой Успешный предприниматель Я бы добавил Еще один момент Это известный факт Но Тем не менее Я думаю Об этом стоит напомнить Мы по-моему Об этом не говорили Дело в том Что вот Еще при отце Калиты Калиты При Данииле Александровиче Москва жила Ну она была Подвержена страшному Этуму разорению 1293 года Дюденевая Радь Знаменитая Которая сравнивалась С набегом Баты На Русь Тогда тоже 13 городов Разорили Но тем не менее Москва была Довольно таким Спокойным городом Потому что Князь старался Не воевать Иван Данилович Тоже Продолжал эту политику И к чему это привело В Москву Особенно из Южной Руси Из западных княжеств Потянулись люди Ремесленники Бояре Нанимались на службу Сколько населения Москвы Тогда Ну сейчас Никто не может Этого сказать Подсчетов никаких Не было Тогда Но это тысячи Все равно Это десятки В Новгороде в то время Было от 30 до 40 тысяч Это был самый крупный город Москва конечно Был небольшой город Но Мастеровые потянулись Ремесло Начинает развиваться Вот они Товары Которые Вернее факт Интересный Которые Перебрасывают Такую цепочку И в прошлое И в будущее При Даниле Александровиче На На московском служении Оказался знаменитый Черниговский бояре Федор Беконт У него был сын Которого крестил Ну По свидетельствам Жития Которого крестил Тогда еще Мальчик Ну Отрок Иван Данилович Калита Был он там 10 или 11 лет Так вот Этот сын Федора Беконта В будущем Стал Митрополитом Алексием Который воспитал Дмитрия Донского А семья Беконта Пришла из Чернигова Вот Это вот Свидетельство того Как Москва Начинала собирать Не только земли Не только средства Людей она Под себя Начинала собирать И люди шли В Москву Верили Здесь им давали жить Здесь Князья Которые берут Под свою защиту На эти земли Нет набегов Нас не будут Грабить татары Не надо бояться Что тебя в любую секунду Могут просто-напросто Уничтожить физически Ни тебя Ни твою семью И еще был третий момент О котором я думаю Нужно обязательно сказать Именно Иван Данилович Калита Начинает формировать Москву Как духовный центр Русских земель Русские князья Русские князья Очень четко Совершенно понимали Что они служат Прежде всего Даже не подданным Своей Они Господу служат Они должны утверждать На земле Правду Христову Христианскую правду И народ русский Тоже в это время Понимал Что только вера Объединяет Может объединить Эти разрозненные Разграбленные Раздраенные земли И помочь им В этом единении Выйти из Вот этого страшного Ордынского ига Недаром Но это исторически Установленный факт Именно в этот Период Конец 13 Начало 14 века Появляется Тот самый знаменитый И до сих пор Имеющий огромное значение Термин Обозначение земледельца Крестьянин То есть христианин Наш крупнейший К сожалению Сейчас уже покойный Лексикограф Лингвист Олег Николаевич Трубачев Академик Он в свое время Проводил исследования Происхождения этого слова И даже он удивлялся Вот нигде Не в украинском языке Не в белорусском языке Нет понятия Крестьянин Там земледелец Это селянин А в русском языке Крестьянин То есть Население Именно северо-русских земель Начало воспринимать себя Прежде всего Как христиан И вот это христианское Объединение Вот это единство Братьев во Христе Оно стало основой Будущего Это духовное единство Будущего Единства политического И вот именно Иван Данилович Калита Так сказать Пригласив к себе И устроив Подготовив почву Для того Чтоб митрополитический стол Перешел в Москву Он осознавая Необходимость Этого духовного единства Он и создал условия Для того Чтобы именно Москва Это духовное Я подчеркиваю Именно духовное Единство Возглавил И чтобы люди Поверили В то Что именно Москва Это и есть Духовный центр Русское слово Христиане Происходит от слова Христос Крестьяне От слова Крест Самое непосредственное Отношение К появлению слова Христиане Или крестьяне Значение земледельца Имеет русская Православная церковь Так в 14 веке Стали называть Арендаторов Церковных земель Судебники 1497 года Уже все жители Сельской местности Назывались крестьянами В 1339 году По инициативе Ивана Даниловича Калиты Митрополита Петра Уже канонизирует Причем Канонизацию признают В Константинополе И в Москве Появляется Первый русский святой И до сих пор Жезл Митрополита Петра Это тот Символ Которыми Поставляются На стол Нынешние Патриархи Российские И все время Поставлялись На мощах Митрополита Петра И жезл Митрополита Петра То есть Вот мы говорим Об Иване Даниловича Калите А тоже оттуда идет Это все Что у нас делается Получилось так Что Иван Данилович Смог Создать Внешнеполитические Условия Благоприятные Для развития Княжества Провести Внутреннюю Политику Умиротворения И избавления От всяких Разбойников Наведение порядка Великая земля наша На порядков Или нет Вдруг появился порядок Благодарю Иван Данилович Значит Вынужден Проводить Был соответствующую Политику С окружением Своим внутренним Стверским близьям Или наоборот Уговаривать Соседей Вести себя правильно И избегать Вот этого Золотардынского Нашествия Угрозы Постоянные И самое главное Он дал Основание Свидетелю Петру Принять решение О том Что вот этот Город Должен стать Центром России Духовного Центра России Отсюда Есть Пойдет Объединение Земель Русских То есть Получилось Благодать Божья Пребывать Будет В городе Твоем По-моему Так Митрополит Петр В завещании Своем Говорил То есть Вот Соединение Этих Нескольких Главных Трех Начал И дало Кумулятивный Эффект Исторический 40 лет Быть Тишина В земле Русской А что такое 40 лет Выросли Два поколения Которые Перестали бояться Татар И потом Вышли Именно эти Поколения Пришли на Куликово Поле Они Перестали их Бояться И стали Побеждать И стали Патриотами В первую очередь Ну так они И выросли В собственной Земле Это 40 лет Которые Преодолели Страх Да Преодолели Страх И именно За это 40 лет Выросло Вот То Куликово Поле Как и внук Кстати Иван Данилович Калиты Дмитрий Иванович Донской Он же тоже Вырос в это же Время Он воевал С литовцами Ну не боялся Верни как Он рос Без этого Безудержного Безумного Какого-то Почти животного Животного Страха Перед Ордой 100 лет В этом страхе Пребывала Русская земля А 40 лет Тишины Дали возможность Вырасти Поколения Которые Перестали Этот страх Испытывать И победили На Куликовом поле А потом Ведь есть еще Один Аспект Его деятельности О котором Мы сегодня Не упомянули Ведь он был Создателем Московского Кремля При нем Были построены Первые Каменные храмы Московского Кремля И это была Вообще Фантастическая По размаху Строительная программа За 7 лет В Московском Кремле Было построено 5 каменных храмов Один за другим Успенский собор Успенский собор Спасский собор Церковь Иоанна Лествичника Архангельский собор И церковь В честь Апостола Петра А в то время Это каждый каменный храм Это было такое событие О котором все говорили Тем более в северной Деревянной Руси Каменной очень редкой строительстве Иван Калита Здесь кстати показал Что он умеет Не только собирать деньги Но и тратить И он умеет рисковать Потому что Вот этим строительством Он показал Что у него есть средства А в то время Это было очень опасно Раз у тебя есть деньги Значит надо у тебя их отнять Вот И он рискнул Потому что Он это строил Конечно Чтобы привлечь Митрополита Но Петр умер Приехал грек Фиогност И Калита Вовсе не уверен был Что Фиогност Будет жить в Москве И вот чтобы Так сказать Подтвердить Свои притязания В этом плане Он строит Вот эти пять каменных храмов И строит Дворец для митрополита Абсолютно не будучи Уверенным Что все эти деньги Не улетят на ветер И Фиогност Не уедет куда-нибудь В Тверь или в Новгород Но он выиграл Фиогност приехал И стал постоянно жить в Москве И вот с тех пор Именно и начинается И после уже Это уже не вопрос Да Они уже все приезжают И автоматически Так сказать Размещаются в Москве Не говоря уже о том Что собственно Название московского детинца Кремль Кремник Тоже родилось При Иване Даниловиче Калите Вот это название Московский Крем Это тоже благодаря Ивану Даниловичу Кремль Крем Кремник Кром Крамленое место Детинец Крепость внутри города Стена с бойницами Воротами Башнями Ограждающие важнейшую часть города Дворец и казну На территории Москвы Первая крепость Кремль Выстрелив В 1156 году По повелению Князя Юрия Толгорукова Говоря еще О времени Ивана Калиты Конечно Надо посмотреть Вот тот исторический контекст Что было Чуть-чуть после То есть Кто стал наследником Вот традиции Или времени Ивана Калиты И как Было использовано Его Вот этот багаж И потенциал Который был накоплен Хотя может быть Главная составляющая Была все-таки Может быть в духовной сфере Экономическая Не так Сейчас По-разному Но тем не менее Вот что было потом Да Это на самом деле Хороший вопрос Дело в том Что Иван Данилович Как Все в общем Великие люди Он смотрел в будущее Он прожил В общем Относительно Не многим Более 50 лет Точно неизвестно Но где-то За 50 Он скончался Он был человек Дела Понимаете У которого В жизни было Одно дело Которому он служил Это возвышение Москвы Это вот строительство Московской Руси Московского княжества И вот Естественно Он думал о судьбе Этого дела Как сохранить Это все И поэтому Он Заранее При жизни Передал власть Своему старшему Сыну Семену Он повез его в Орду Он представил его хану Он Так сказать Пообещал Что Семен будет Все делать Так же Как и он делал Значит Хан утвердил это Утвердил завещание Ивана Калиты Потом Калита вернулся Он посадил Семена На трон А сам ушел в монастырь То есть Еще несколько месяцев Он жил в монастыре Видимо он был болен Чувствую приближение смерти Но Еще при жизни Он всю фактическую власть Передал Семену Гордому И Семен Гордый Воспринял Все политические Традиции отца То есть Его политика Это повторение Калиты Осторожность И в то же время Сила Умение рисковать Но рисковать Там где-то нужно А не на каждом шагу И Семен был Великолепным правителем При нем Москва Очень усилилась И вот это прозвище Семен Гордый Оно показывает Что это был Очень сильный князь Который умел Так сказать Постоять за себя И уже Если не трагедия 53-го года Да Совершенно верно А в 53-м году В 353-м году Прошла страшная Эпидемия чумы И вот от этой Черной смерти Вымирали целые города Люди вымирали Просто в огромных Количествах И заболел Семен Вся его семья Все его дети Вся вот эта линия Семена Гордого Погибла 36 лет ему всего было И совершенно неожиданно Для современников Власть перешла К младшему Ну среднему вернее Брату Ивану Красному А Иван Красный Ну не готов был править Ни по характеру Ни по подготовке Ни почему И он оказался Во главе Московского княжества И вот с 353-го По 359-й Правит Семен Красный И Москва Начинает распадаться Начинается распри Между боярами Начинается ослабление Авторитета Москвы В 59-м Когда внезапно Иван Красный Тоже скончался Москва была В очень тяжелом состоянии Три ребенка Да Три ребенка всего От всей семьи Калиты осталось Все остальные умерли И вот здесь Да И здесь опять Огромную роль сыграла церковь И вот то что Иван Данилович Церковь сделал Союзником Москвы Это очень здорово сработало Когда митрополит Буквально взял На свои плечи Всю московскую Реальность политическую Всю московскую политическую Тот самый митрополит Алексей Которого крестил Иван Будущий Иван Калита Возвращаясь к Алите Я бы сказал так Что это был Один из редких Политических деятелей Обладавший Стратегическим мышлением То есть умевший Заглядывать На несколько десятилетий Вперед И работать на будущее Такой был человек Получается что Тот ребенок Родившийся Которого крестил Иван Данилович Через 50 Через 60 лет Став митрополитом Московским Спас его внука И сохранил Московскую родину Вот потрясающие Здесь мистические Это великие люди Это отцы основателей Московского государства Потому что митрополит Алексей Это фигура Ну я не знаю Всемирного масштаба Конечно Перед самой смертью Иван Данилович Ушел в монастырь Он уже тогда Была традиция Принятие схемы Или он Ну такая традиция Собственно Она вообще В христианском Так сказать В христианском Мире В московском Или где-то В подмосковье Ближайшем Точно неизвестно Но почти уверенно Я могу сказать Что это был Спасский монастырь Который он основал В Кремле Рядом со своим двором И ему так сказать Далеко идти не надо Во всяком случае Его дед Александр Ярославович Невский Вы же знаете Он когда был То ли отравлен То ли заболел В Орде И когда он приехал В городец На Волге В этот небольшой Где он и умер Он же тоже Перед смертью Принял Пострик монашеский Ушел в схиме Его кстати Даже на иконах Потом изображали До начала Восемнадцатого века Только в монашеской схиме Это уже Александра Невского Я имею ввиду Это уже Петр Первый Приказал его Только в княжеском доспехе Изображать Так и Эта традиция была И Она вот Наследники Александра Невского Очень многие наследники Они ее продолжали Эту традицию Пострижение Перед смертью Ну это же естественно Человек Особенно правитель Который находится у власти У которого Столько грехов в жизни Несмотря на все его Благие начинания Он все равно грешит И грешит Иногда страшно И Он принимает решение О смерти людей И так далее И так далее И Осознавая Что вот-вот он Пристанет перед Господом Он конечно хочет Как можно Больше грехов С души своей снять Поэтому принимается Пострик Поэтому Последние часы Дни Может быть Месяца Проводятся в Магонии Есть еще один Любопытный Сюжет Связанный С последними днями Ивана Калиты Когда он Ушел в монастырь Там В монастыре Песцы Московские Переписывали Евангелие Это знаменитая Сийская Евангелие 340 года И вот В конце Текста Евангелия На чистом листе Один из Песцов Сделал такую Приписку Знаменитая Приписка К Сийскому Евангелию Она посвящена Ивану Даниловичу Она посвящена Ивану Даниловичу Там Большая дискуссия Среди историков О точной датировке Но это Вот его Конец его жизни И там О нем Говорится Буквально Следующее Там Великолепная Совершенно Оценка Его деятельности В таких Религиозных Формах Там Говорится В последние Времена В опустевшей Земле Встанет Царь Любящий Правду И суд Не по мзде Судящий Не в поношение Поганым странам И воссияет Во дни Его правда Вот так Оценивали Современники Иоанна Калиты Правда То есть Справедливость Воссияла В его дни Говоря О подъеме Московских земель Мы Не упомянули Следующую тему Что вокруг Кремля Формировался Определенный Орел Это же не просто Стены были Москва Но еще были Земли То есть Иван Данилов Способствовал Росту и укреплению Деревень Которые И кормили Нашу Будущую столицу И вот эти Как раз Параллельно Предание Самоидентификации Что ли Населения Которое жило В этих Сельской местности Такого статуса Крестьянства Оно тоже Ведь не могло Быть на пустом месте Фактически Села Тоже становились Самостоятельными Такими Единицами Культуры И земледелия И экономики Жизни Вообще России Ну мы об этом Немного знаем Потому что источник Сохранился Не очень много Духовные колитеты Духовные колитеты Да Там этих сел Огромное количество Но я Еще один бы Фактор отметил Тоже достижение Кстати Ивана Даниловича Вы знаете Он Когда Общался С другими Землями Ну известно Что он где-то Что-то прикупал Какие-то В других землях Не в московских Прикупал Что-то Какие-то Селы Пятинки Какие-то Ну нужно Три княжества Купил Три княжества Купил Да Но Тут интересный Один момент Такой Судя по всему Иван Данилович Опирался На местное Самоуправление То есть он Доверял народу И народ Видя это В московском Князе Он это дело Поддерживал И князю К московскому Стремился То есть Не было Такого политического Давления Не было Щадящие правила игры Он придумал Для того Кого приглашались Кстати это потом была политика Московских князей Вот Иван Третий Потом так же действовал Он своих-то прижимал В Москве А Того Кого приглашал Давал больше воли И тогда лучше шли В Москве Вот это вот Тоже принцип Который Кстати Еще по-моему Даже Тоже у Александра Невского Это было Но у Ивана Даниловича Это очень здорово проявилось И это к вопросу о том Что Люди Жившие в селах Они конечно Тянулись под московскую руку Потому что Порядок Нет Набегов Да и своим Не дают Хулиганить И сильно грабить И слободы То есть освобождали От налогов На определенное время Территории Пожалуйста живите Там 5-7 лет Налогов никаких не будет Да То есть вот это Как это сейчас называется Свободно-экономическое зон Да-да-да Свободно-экономическое зон Тоже Иван Данилович Слобода В первой половине 12 века Отдельное поселение Около города крепости Доселение которого Временно освобождалось От государственных повинностей Отсюда и название Слобода Свобода К 16 века Существовали Слободы стрельцов Пушкарей Ямщиков Казенных ремесленников А также иностранцев В первой половине 18 века Слободы превратились В обычные села И поселения Городского типа А что значит Прикупить княжество В то время было Как это можно Купить княжество Ну понятно Маленькое Маленькое Как Что Это делалось Опять же Собственно Механизма Такого Мы до конца Не знаем Надо было Закрепить это Право В Орде Наверное Его зафиксировать Естественно Ярлыки На все это дело Фиксировались И это все Становилось Собственностью Московского Князя И Но тут Разные были формы Была не только Постоянная собственность Но и Как сказать Право управления То есть Вы понимаете Были княжества Банкруты Которые не могли Рассчитаться с Ордой Многие-многие годы И уже долг вырос Такой что Жуткое дело Дотационные регионы Совершенно верно И вот этих банкротов Их так сказать Выставляли на продажу Искали туда Временного управляющего И вот Судя по всему Калита покупал Вот такие Обанкротившиеся княжества Он платил их долги А потом Так сказать Поднимал это княжество На то состояние В котором Они уже могли И ему вернуть То что он вложил В это дело И с Ордой рассчитаться Платил долги Вот собственно механизм Получался Он платил долги А княжество Признавалось Собственностью Уже частью Московского княжества Но это не всегда Иногда там оставалась Своя династия И был определенный компромисс То есть местным Правящим князьям Калита давал Часть власти Верховную власть Брал себе И определенный компромисс Позволял этим княжествам Оставаться полу-независимыми То есть тут масса Было переходных Таких статусов Но это вот Очень интересная Тоже сторона Деятельности Собирание земли Собирание земли Собирание власти Собирание земли Они идут параллельно От Крамзина По-моему пошло Это прозвание Это его Собиратель земли русской Да По-моему да От Николая Михайловича Кстати записка О древней новой России Да-да-да Собиратель земли русской Иногда складывается впечатление Что можно просто Вот на пустом месте Вбить колышек Как в Северной Америке И сказать Что это мое Нет Такого на Руси не было На свободных земли Может быть Да Но это было Где-нибудь за Уралом Но туда еще не доходили Да Здесь что контролировалось Лордой Тогда было сделать нельзя Хорошо А тогда в чем мотивы Приобретения Иван Данилович Торговых Вернее так Домов Или рядов В Новгороде Это там Вероятно естественно Другие были мотивы Ну это доходность Прежде всего Это И контроль Естественно Потому что иметь свои лавки В Новгороде Это дело Серьезное А что продавать могли Москвичи в Новгороде Но тут еще и другой момент Я хотел добавить Помимо чисто экономического Это еще Извините И политическое Проникновение В Новгороде Это показатель того Что рука Московского князя Вот она уже Пальчики-то Пальчики-то Вот они Показались Так что ребят Вы не забывайте Кто главный Это очень серьезная вещь Московская партия В Новгороде Да Уже Формирование Люди которые Зависит в Новгороде По сути дела Своей жизни От московского Князя Они начинают Формировать и проводить Его интересы В московском И на вече В том числе Все-таки на вече В Новгороде Как ни говори Крик очень много Чего значил Где как Погромче крикнуть В какой раз Когда выбирать С хорошими аргументами Аргумент Был рядом Дупинка стояла На великом мосту На великом мосту Они сходились И дрались Если надо Но криком ведь решалось Надо было купить голоса Которые крикливые Денежки нужны были Люди которые Это все скупали Ничего не меняется Послушайте по поводу погодки Абсолютно Как сам Иван Данилович Понимал свою деятельность Свою судьбу Мне кажется Здесь очень важным Был вот какой момент Ведь он Пришел К власти Во многом случайно Он был Четвертым сыном Даниила Старше его был Юрий Данилович Старше его был Александр Данилович Старше его был Борис Данилович Три старших брата Умерли До 325 года Когда он начал Править в Москве Причем Оба умерли Все трое умерли Не оставив Прямых наследников И младший брат Афанасий В 1922 году Умер в Новгороде То есть судьба Как будто Убирала всех С его дороги Расчищая дорогу ему И в то время Такие вещи Всегда осмыслялись Как божий промысел Да Как божий промысел А если еще вспомнить Что и Даниил Был четвертым сыном Александра Невского Четвертый сын Четвертого сына Младший Как царь Давид То есть вообще Никаких прав Иван Данилович Не имел Под тогдашним Правилом На престол Поэтому несомненно Он ощущал себя Божьим избранником Он чувствовал Что Господь Его избрал Для какой-то особой миссии И вот эту миссию Он видел В создании Воссоздании Руси В подъеме Руси В спасении Руси Не знаю как лучше выразиться То есть То чем он всю жизнь Собственно и занимался Как политик В возвышении Москвы И постепенном Стремлении К независимости К освобождению Вот от Вавилонского плена Как воспринималась Тогда татаро-монгольская игра Что касается образованности Ивана Даниловича Ну Сведения конечно Просто знаете Микроскопические сведения Но Несколько штрихов Все-таки можно добавить Ну во-первых При нем В 330 году По мнению Большинства исследователей Начинается Московское летописание Он основал Спасский монастырь И там Начинается вести Московское летописание Которое потом Проходит через Весь 14-15 век Так Несомненно Он знал татарский язык Вот при том Постоянном общении с ордой Конечно он знал язык Ну Затем Вот то что говорит Приписка в Сийском Евангелии О его любви к истине О его любви к правде Борьбе с ересями Там тоже это сказано Несомненно Он был очень Церковно образованный человек То есть Его образованность была В тех формах Которые Свойственны были Его эпохе Вот так бы я ответил На этот вопрос Ну очень удачный финал Программы Час истины На теме Любви к истине Главного героя нашей программы Ивана Даниловича Калиты Ну что ж Я рад Что такая беседа У нас сегодня состоялась И хочу напомнить Нашим зрителям Что у нас в гостях Сегодня были Историки Николай Борисов И Сергей Перевезенцев Всего вам доброго До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин